У нас было четыре доклада. Я бы сказал, что я не присутствовал на всех, но на двух, на которых я был, народ шел на эти доклады и народ слушал эти доклады. У нас был доклад по нашему моделированию дефектов, которые мы выполняли силами научно-исследовательского центра. Мария Корнилова докладывала. Собрались большинство представителей, так скажем, крупных зарубежных компаний, которые присутствовали, а также двигателисты именно специально пришли, чтобы послушать этот доклад. Ключевой доклад был по деформации. Тоже очень много было представителей, которые, именно заинтересованных слушателей, которые шли для того, чтобы послушать этот доклад. Секция плавления и секция получения титана на этой конференции пользовалась настолько большим успехом, что организаторы явно не рассчитали. И вот эта секция в первый день работы, ей была предоставлена аудитория, ну, наверное, где-то на 50 посадочных мест. Они были полностью заполнены, и люди стояли в проходах и вдоль стен. И организаторы закрывали двери, говорили, нет, сюда больше никого не пустим, потому что уже никак нет места, уже негде даже стоять. На второй день была предоставлена аудитория в два раза больше, ну, то есть, в общем-то, это достаточно актуальная получается тема для титановой индустрии. То есть, плавление представляет для многих большой интерес. Но можно также добавить, что сейчас в Европе появилась еще одна новая плавильная мощность, это плазминодоговая печь во Франции. И это совместное предприятие Альбер-Диваля и Усть-Каменогорска. И это предприятие проводит достаточно большой объем исследовательских работ и работ, которые посвящены моделированию этого процесса. Поэтому ряд научных организаций принимали участие в этой конференции, и у них были доклады о моделировании. Процесс оплазминодогового переплава. Нам предстоит освоить сплав 4822. Это сплав на основе гамма-интерметалидов, алюминий титана. Для этой цели у нас заключен договор на приобретение лабораторной гарнисажной дуговой печи. И когда мы получим эту печь, то мы будем осваивать производство маленьких слитков из этого сплава.